Несколько лет копила на ремонт квартиры, а теперь об этом придется забыть, сокрушается Нина Федоровна. Все началось со звонка на домашний телефон. И главное дело, вот в телефон женский плач. Навзрыт прям, господи. Я сначала-то не пойму, я говорю, кто звонит их? Чего не узнаешь меня? Я дочь твоя. Я попала в автокатастрофу. Я сама спровоцировала ДТП. Я говорю, а что у тебя голос такой? Ну я же после ДТП. Ты что не узнаешь меня, мама? Я же дочь твоя, Таня. Как вы поверили в это? Я сама не знаю. До сих пор я не могу представить это вновь. В процессе разговора мошенники убедили женщину отдать деньги на спасение дочери от возможных проблем с законом. Купюры должен был забрать некий доверенный человек. У меня было как раз 18,5 тысячных и 5 по 2. Всего 100 тысяч. И вот он когда пришел, позвонил в домофон, я открыла дверь ему, он поднялся. Я вышла в подъезд, отдала ему конверт и все. После ухода курьера пенсионерка попыталась связаться с дочерью, которая якобы находилась в больнице. Убедившись, что с ней все в порядке, обманутая гражданка вместо визита в медучреждение обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Личность курьера была оперативно установлена полицейскими. На территории Саратовской области он был задержан. Подозреваемый, действуя в качестве курьера, прибыл к месту проживания потерпевшей. Получил от нее денежные средства в сумме 100 тысяч рублей, после чего направился к ближайшему банкомату, посредством которого перевел деньги на банковский счет мошенников. По данному факту, Следственному отделу Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации Артической Саратовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемый гражданин одной из республик ближнего зарубежья активно сотрудничает со следствием. Мужчина подозревается в совершении трех мошенничеств на территории Саратовской области. Кстати, к нему есть вопросы и у коллег-следователей из соседних регионов. С какой целью сюда прибыли? По заданию куратора. К какому заданию? По адресу брать деньги и отправлять их на счет. Понятно. И вам сколько денег доставалось с этих операций? 5 тысяч рублей. Понятно. А с отдельным сожалеете? Сожалеем. Денис Желтов, Андрей Багаев, дежурная часть, Саратов.